В Славянском районе стартовала ежегодная спартакиада среди физкультурно-спортивных клубов по месту жительства «Живая память поколений». В течение всего года спортсмены будут соревноваться в 22 видах спорта. Подробности в следующем материале выпуска. Спартакиада среди физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в нашем районе стала уже традиционной. В этом году в соревнованиях впервые приняли участие спортсмены со всех 15 поселений. Среди новичков – команда Чуевского сельского поселения. Мы приехали сдалека, с Очуева, с Славянского района. Настроение у нас поучаствовать. Можно даже, если получится, то выиграть. И желательно, чтобы всегда везде ездить и играть. После длительного перерыва вернулась в спортивный строй и команда Маевского сельского поселения. «Это большой праздник для поселения, спортивный праздник. И особо приятно, что Маевское поселение за пять лет первый раз будет принимать участие. А то, что мы победим, я как-то не сомневаюсь. Желаю успехов всем здесь присутствующим командам и особенно своему поселению». На торжественном открытии Спартакеады участников поприветствовал глава района Роман Сенеговский, пожелав спортсменов удачи и хорошего старта. «Мне приятно, что Спартакеада проходит в Славянском районе традиционно. В Славянском районе любят спорт. Мне очень приятно, что в наших станицах и куторах тоже занимаются спортом. Мы приветствуем семейный спорт, мы приветствуем все наши федерации, которые культивируются в Славянском районе. Мы поддерживаем развитие материнской технической базы. Поэтому, дорогие друзья, рад всех видеть. Пусть победит сильнейший с открытием базы». Спортивный марафон продлится до ноября. В течение года участники Спартакеады попробуют свои силы в 22 видах спорта – баскетболе, шашках, гандболе, плавании, настольном теннисе, туризме и даже лапте и спортивном рыболовстве. Открыли Спартакеаду соревнования по волейболу и стритболу. Настрой у всех команд был боевой. «Каждый год постоянно сюда приезжаем, едем за победой только. Как настрой вашей команды, большая команда?» «Настрой боевой. У нас команда очень большая, 10 человек с заменами. Можем хоть два состава сюда выйти». Поболеть за свои команды приехали главы поселения. Они активно поддерживают развитие массового спорта на местах, находят средства и возможности для участия своих спортсменов в различных соревнованиях и Спартакеадах. «Спасибо огромное за вот эту Спартакеаду, потому что наши молодые люди, наши жители с удовольствием в ней участвуют и всегда ждут её открытия. Поэтому спасибо огромное организаторам. Пусть победит сильнейший. Да здравствуй, спорт!» Победитель Спартакеады определится в конце года по итогам всех соревнований. Лидером будет признана команда, занявшая наибольшее количество призовых мест. В первый соревновательный день очки в копилку достижений принесла команда прибрежного сельского поселения. В волейболе среди мужских команд они заняли первое место, а также команда «Славенска-на-Кубани». Она стала лидером в стритболе среди женских команд. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».